Голос в толпе нацистов звучит недолго. Полицейские заламывают руки молодому человеку и уводят, чтобы не мешал маршу в АФНСС. Журналисты пытаются узнать его имя. То, что невозможно представить ни в одной цивилизованной стране мира, здесь проходит при государственной поддержке. Безопасность митингующих обеспечивает спецназ. Скорбящие о нацистском прошлом напевают песни СС в руках флаги Латвии, Эстонии, Украины, Литвы. Здесь и сами легионеры ВАФНСС. Их всего человек 10, им уже за 90. Рядом те, кто их прославляет. Сегодня у нас святой день памяти патриотов Латвии, которые боролись за свободу нашей отчизны. Вы за коричневый фашизм, да? Мы против красного фашизма. Он убил очень много наших людей. Больше 300 тысяч. А коричневый фашизм не убивал никого? Как нету? Было, было, но меньше. Что значит меньше? Полицейские насчитали около 2000 участников, что, к слову, больше, чем в прошлом году. В толпе затесались и политики, депутаты Сейма. С поздравлениями в такой праздничный день выступил кандидат в мэр Риге. В общем, все те, кто рассчитывает на поддержку националистов. Митингующие возложили цветы к памятнику свободы, вспоминая добрым словом тех, кто воевал на стороне Гитлера. Образумить собравшихся пытались даже немцы из Германии. Приехали сторонники антифашистского движения с плакатами в руках против героизации латвийского легиона ВАФН-СС. Мы против восхваления коллаборационистов латвийского легиона. Это крупнейший марш во славу нацизма и полиции попросила нас не беспокоить участников шествия. Мы этого и не делаем. Мы пришли сказать, что они выбрали неверный путь для укрепления демократии. Свой путь легионеры выбрали и тогда, во время войны. В свои батальоны немцы набрали почти 150 тысяч латышей, в основном для уничтожения мирного населения. Изначально набор был добровольным, потом процесс ужесточился. У многих выбора действительно не было, но тем не менее, те, кто из батальонов не сбежал, за дело взялись с энтузиазмом. На совести дивизии смерти советских граждан. Они зверски издевались над военнопленными, в том числе женщинами. Выкалывали глаза и отрезали конечности. В польской подгай связали колючей проволокой 32 человека. Все они были поляками, облили бензином и сожгли. Оставили свой след и в Белоруссии, и только в Витебской области. Спалили 138 деревень, 17 тысяч человек убили, а еще 13 тысяч угнали в Германию. После войны трибунал признал все подразделения ВАФНСС преступными организациями, в том числе и этот латышский легион. Только остается вопрос, почему у свободолюбивой, толерантной Европы такие шествия не вызывают никаких нареканий. Мария Осипова, Григорий Федькин, Телеканал Звезда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова